Итак, товарищи, мы видим, что союзники завоевали 10 из 15 условий победы. У нас появился снова наш утраченный промышленный потенциал. Можно немножко покачаться. Можно даже пехоту еще набрать. Какие-то у нас люди там появились. Вот такие дела. Можно даже чем-то заняться. Даже легкие танки поставим. Ну так вот. Государство Японии предлагает нам вступить в Альянс Ось, если мы согласимся, то судьба наших двух государств. Вы надолго останутся, окажутся тесно переплетены. Я выпал из оси, значит. Так, вы действительно хотите заключить мир с государством Великобритании. Они имеют перегородную от имени всех своих союзников. Если они согласятся, то война закончится на следующих условиях. Брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум. Война продолжается. Великобритания отказалась помиловать бедную Венгрию. Не, мы не будем присоединяться обратно в Альянс. Будем надеяться на милость американцев. Ну так вот, проблема Наполеона, как и проблема Гитлера, заключалась в том, что в Европе живет явно, ну, жило и в то, и в другое время, сейчас не помню, не сравнивал, явно меньше людей, чем в Российской империи или в Советском Союзе. Наполеон собрал армию из всех, буквально, государств, что было, само собой, негативно из-за того, что они не понимали просто друг друга. Так, мало того. А что, Италия тоже выпала? Нет, она продолжает войну. А мало того, соответственно, у него было 600 тысяч в 12-м году. Соответственно, Российская империя, когда подвела свои войска, в общем, обратно, если я правильно помню, Кутузов ввел где-то полмиллиона, и, соответственно, второй генерал, цареубийца Бенниксен, по-моему, или как его там, не помню, или Багратион, тоже ввел полмиллиона. Была такая река Ворошилка, где ему удалось догнать французов. Ну и вы представьте себе, раздробленная армия отступающих французов, зажатая между переправой, двумя армиями, ну и как бы все понятно, все логично. Немцы, то же самое, соответственно. Ну, у них был упор, соответственно, на качественное оружие. Все эти великие ученые, крутые новые лодки. В общем, все круто, все замечательно. Но, опять же, людские ресурсы. Просто в какой-то прекрасный момент заканчиваются люди, и воевать просто некому. К примеру, вернемся обратно к Наполеону, когда была битва при Ватерло, которую он проиграл, соответственно. На его стороне были солдатики, ну, кроме, конечно, гвардии. Гвардия – это гвардия. Она, кстати говоря, по окончанию битвы прикрывала отход основных сил, которые состояли из парней буквально 15-17 лет, потому что просто призывать было уже некого. За столько лет войны вырезали абсолютно всех. Что ж, дорогие друзья, пока я болтал и нес всякие несусветные вещи, война закончилась. Явно закончилась не в нашу пользу. Наверное, надо сделать какое-то превью, что ли. Парадоксы обещают в 16-м году, как они обещали в 15-м году, четвертую часть этой замечательной игры. Остается верить, что они нас не обманывают и не выпустят какую-нибудь ерунду вместо них, скажем так, в очередной раз. И не будут заниматься дополнениями какого-нибудь Европе Универсалис 4 и прикрываться этим, так сказать, отодвигая все сроки выпуска четвертой части. Остается верить, остается надеяться, верить, что все это будет правда. Ну, а пока нам остается только играть в третью. Оставляйте ваши пожелания по поводу государства. Коим стоит заняться, скажем так, в следующий раз. Поскольку на этот раз фактически ничего не получилось. Я буду откровенен, компания не какущая. Почему? Потому что болгары. Вот и все. Болгария, которая не вовремя, совершенно не вовремя вступила в ось, помешала абсолютно всем планам, помешала захвату самой Болгарии, Греции, Турции. Соответственно, отсюда переход на Кавказ. Я планировал зайти советским войскам с тыла или, по крайней мере, оттянуть часть их на себя. Потом через Персию, Афганистан, каким-нибудь образом дойти до Индии. Великие планы, как правило, рушатся мелочными проблемами. Итак, выбирайте любое государство и за то, соответственно, за которое будет максимальное количество голосов или пожеланий, оно окажется, соответственно, на канале. Единственная просьба, я даже не буду рассматривать всякие Швеции, Норвегии, Португалии. Знаете почему? Да потому что у них промышленный потенциал единиц 15-25 от силы. И, ну, что с ними сделаешь? Что с ними можно сделать? Ничего абсолютно. Даже если Швеция благодарению богам захватит Норвегию и Финляндию и дотянет свой промышленный потенциал до 30, ну, не будет у нее, скажем так, ну, 5 единиц войск. Что с ними можно сделать? Для того, чтобы построить, скажем так, один корпус танков, нам понадобится ценное количество времени, и это просто неактуально, играть за государства подобного типа. К ним, само собой, относятся всякие Югославии. За Турцию можно попробовать, при желании за Турцию можно. Персия абсолютно бесполезна, Ирак, Саудовская. Я вообще не понимаю, зачем парадоксы так вот жестко сделали. Получается, что фактически имеет смысл, интересно играть за те государства, за те государства, которые являлись прямыми участниками войны. Например, все мы прекрасно знаем, что в игре есть такая вещь, как строить радиолокационные вышки, бомбоубежище, причем там их много, имеется в виду, что можно, грубо говоря, апгрейдить до какого-то определенного уровня, там всякое такое прочее, энное, там я не помню, сколько единиц этого апгрейда, но каждый этот апгрейд будет стоить примерно, ну, может, 20 единиц вашего промышленного потенциала, пока оно не построится. А когда оно построится, нужно будет апгрейдить заново, это всего лишь в одной провинции, поэтому я этим никогда не пользовался, поскольку даже за Германию, когда играешь, казалось бы, или за Советский Союз, у которых промышленного потенциала полно, и без этих, скажем так, построек есть, куда его деть. Ну, а если так пройтись, в принципе, по миру, то из тех, за кого я не играл, соответственно, национальный, Китай можно поиграть спокойно, Япония можно сыграть, не помню, играл ли за Советский Союз можно сыграть, соответственно, разумеется, за США можно сыграть, Канада, Канада это Канада, на уровне с Австралией, то есть, такой себе, конечно, хотя я ни разу за них не пробовал, поэтому ничего конкретного говорить не буду. То же самое и Бразилия, соответственно, тут половина государств, которые вообще, в принципе, не участвуют в этой войне, ну и понятное дело, то есть, можно было как-то закрутить сюжет, но парадоксы, естественно, остались приверженцами истории, и поэтому ничего подобного не сделали. Может быть, имеет смысл вам даже показать, вот зайдем мы, допустим, за Норвегию, что я имею в виду по поводу слишком крутых государств, которые лучше даже не советовать к прохождению, поскольку вам самим будет скучно на них смотреть. Мы смотрим производство, промышленный потенциал 8, 8, вы поймите, 8. Соответственно, мы убираем с паузы, спокойненько. Это производство нету, нам нужны припасы, пополнения пока не нужны, перевооружение 3, соответственно, товары народного потребления будут не больше единицы, но они будут где-то так, ну вот, допустим, даже так. У нас, соответственно, 3 единицы промышленного потенциала, отлично, что мы делаем? Мы берем, допустим, пехоту. Начинаем производство. Берем еще пехоту. Тоже начинаем производство. Ну, в принципе, да, согласен, нечего душой кривить. По поводу людских ресурсов, не так уж и много их. Я не помню, сколько было в Венгрии, возможно, столько же. Но факт в том, что вот оно, понимаете? Будет окончено 28 октября 36-го года. Ну, то есть, с запозданием, то есть, создание этого проекта идет с эффективностью всего 46%. Понимаете? Если мы возьмем что-нибудь потяжелее, там, я не знаю, броневики, например, даже одну единственную. Вот так вот. Нельзя одну единственную. Две единственные. Что мы увидим? Это броневики, дорогие друзья. Это броневики. О, на броневики нет, не хватает. Вы посмотрите, вы посмотрите на эти цифры. 1938 год. То есть, два года, два года. И это весь наш промышленный потенциал при наличии средственных перевооружений, при минимальных припасах и отсутствии пополнения. Два года будут строиться броневики. Ну, что можно сказать про танки, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Это будет просто унылое прохождение. Поэтому я вам говорю серьезно, что подобное государство не актуально. А если уж взять вот какие-нибудь крутые авиабазы или укрепления и посмотреть, сколько они будут строиться, то можно вообще обалдеть спокойно. Ну, в принципе, не так все плохо. Ноябрь. Ну, грубо говоря, год. Ладно. С вами была Норвегия. Всем спасибо, кто меня смотрел. Оставляйте свои пожелания. Любите стратегии. Всем пока.